Всем здравствуйте! Меня зовут Елена, мне 36 лет. Моя история началась в октябре 2022 года, после перенесенного ковида. До этого я была нормальным здоровым человеком, жила, работала, а по возможности также занималась волонтерством, помогала местному священнику в храме. После перенесенного ковида я тяжело заболела. Длительное время у меня была субфибрильная температура и боли в кишечнике. По результатам проведенного обследования в Москве в декабре прошлого года были выявлены вирусы Пштейнбара и вирус Герпеса 6 типа и проведена соответствующая терапия. Но, к сожалению, моя ремиссия была недолгой. Моя ситуация по здоровью за последний год очень сильно ухудшилась. Сама из города Сыктывкара. Вначале пыталась лечиться там. Но в Сыктывкаре все методы лечения были уже исчерпаны, и врачи не могли мне ничем помочь. В связи с этим меня направили на лечение в Санкт-Петербург. Там я на протяжении полугода лечилась у иммунолога. У меня был установлен вторичный иммунодефицит. Герпес вируса, заселяя клетки нашего организма, постепенно просаживает иммунную систему, отключая ее от процесса борьбы с различными вирусами и бактериальными инфекциями, попадающими в организм, вызывая различные нарушения в работе всех внутренних органов и систем. К сожалению, так произошло и со мной. Сбой в работе иммунной системы спровоцировал тяжелое иммунное заболевание, селективный иммунодефицит. Это дефицит иммуноглобулина А, как следствие воспаления всего желудочно-кишечного тракта, острый тензилит, воспаление ротоглотки, атопический дерматит, апикальный периодонтит, воспаление костной ткани, воспаление кишечника, терминальный элит, кандидоз, бластоцитоз и также другие воспаления по всему организму. Казалось бы, проблема была ясна по поводу герпес-вируса 6 типа, но все оказалось не так. Была проведена соответствующая терапия, но результата в улучшении состояния у меня не было. Были проведены многочисленные анализы и исследования в Санкт-Петербурге. И иммуног принял решение о направлении меня в Москву на дообследование. Здесь, в Москве, мое состояние здоровья за последний месяц, что я нахожусь здесь, сильно ухудшилось. У меня постоянная температура, слабость, воспаление лимфоузлов, воспаление желудка, кишечника. В последнюю неделю началось воспаление суставов около суставной ткани. Я обратилась на консультацию к специалисту-ревматологу и, предположительно, у меня подозревается серьезное заболевание, это системное заболевание воспалительной ткани. Стационары кладут только с подтвержденным уже диагнозом. А все до обследования, анализы, к сожалению, являются платными и стоят больших денег. По состоянию здоровья я не могу работать. И у меня нет ни от кого помощи, так как нет родных и близких. Друзья знакомые помогают по мере возможностей, но, к сожалению, этого крайне не хватает. Также в Москве я вынуждена снимать жилье, которое также требует финансовых затрат. И в последнее время, в связи с тем, что у меня воспаление суставов, голеностопных и тазобедренных, мне очень тяжело ходить. Я, конечно, стараюсь пользоваться по мере сил общественным транспортом, но зачастую приходится пользоваться услугами такси, чтобы добраться до клиники. К сожалению, каждый мой новый день начинается с капельниц, поддерживающих организм. Без них мне очень трудно. Я не могу. И других дополнительных процедур, обследования. К сожалению, все они, как я уже сказала, являются платными. И в месяц у меня уходит сумма примерно около 300 тысяч рублей. Это вместе со съемом квартиры, с поездками, обследованиями, анализами, консультацией врачей, специалистов. Также у меня хронический гайморит возник на фоне иммунодефицита. И сейчас мне требуется серьезная операция на носовых пазухах. Это гайморотомия. К сожалению, данная операция тоже является платной. Стоит около 200 тысяч рублей. Мне крайне неудобно обращаться за помощью. Я делала это впервые в своей жизни. Очень долго собиралась с тем, чтобы записать это видео. Но в своей ситуации я, к сожалению, сейчас не могу сама справиться финансово. Мне еще очень хочется жить, стоять на ноги, вернуться к работе, к своей прежней жизни, к помощи в храме, к волонтерству. Я очень прошу вас, если у вас есть такая возможность мне помочь, помедите, пожалуйста, мне. Дай Бог здоровья вам, вашим родным и близким. Храни вас всех, Господь Бог. Итак, дорогие друзья, подписчики и просто неравнодушные граждане, я должен нести некоторые комментарии, почему это на канале о холоде выложен ролик с просьбой о помощи. Значит, девушка, которая обращается к вам, ко всем, это Елена. С ней я познакомился в ноябре 23-го года. Будут приложены скриншоты, как это произошло. То есть ко мне обратилось одно православное сообщество с некоторой историей. Ну, знаете, такие истории я привык уже получать частенько. И обычно я прохожу мимо, потому что, ну, часто бывает, что текст составлен таким образом, что видно, что это мошенническая, возможно, полумошенническая схема, да, и не особо там нуждающиеся люди. А здесь как-то я подумал, что что-то тут другое. И решил уточнить, написал самой Елене непосредственно, мы пообщались, и выяснилось, что она находится одна в Санкт-Петербурге, как раз в моем городе, и у нее нет ни отца, ни матери, ни знакомых, ни друзей. В общем, никого. Ну, и я ходил два дня с этой мыслью, и тут ей написал все-таки, думаю, если вам необходима какая-то помощь, некому помочь, то вы обращайтесь. Так оно и вышло. У нее здесь не было ни одного человека, который мог бы ей помочь с продуктами там, с лекарствами, да и вообще ни с чем никто не мог ей помочь. Ну и стал ей помогать там, ездил с ней по больницам, обследовались мы там лекарства всякие там. Ну, в общем, чем мог, помогал, как говорится. Вот, и мы стали с ней уже очень близкими, как бы, как брат и сестра, грубо говоря. Вот, и сейчас она меня попросила вот обратиться к вам, помочь, вернее, ее обращение опубликовать на своем YouTube-канале. Все почему? Во-первых, у нее нету YouTube, она, вообще, на YouTube, она была один раз в жизни, заходила на сайт YouTube, потому что у нее просто-напросто на телефоне нет такой функции, нету, даже нету памяти, чтобы скачать приложение. Но, кстати, я не уверен, что оно и работало бы на ее телефоне. Вот, и мне ничего не оставалось, кроме как помочь. И второе. На самом деле, когда я начал ей помогать, просто хотя бы даже общаться, она и звонила мне, и я ей звонил, мы много-помного очень общались, было видно, что она расцветает, немножечко как-то настроение у нее улучшается. И это даже видно по некоторым фотографиям, которые тоже я приложу. Вот, для меня это первый опыт вот такого размещения, контента такого, да, где мы просим о помощи с ней. Ну, я думаю, что все будет нормально. Самое главное, что я свою задачу выполнил. Она меня попросила помочь, и я помог ей, и надеюсь, что вы поможете нам. Так что, вот. Ну, сейчас я попробую выложить сюда же реквизиты, и если нужны какие-то будут выписки по болезни, то мы все вам предоставим. Более того, есть ссылка на группу ВКонтакте, как минимум одна, их там было несколько за весь этот период. И там есть все документы по обследованию. То есть, если говорить конкретно о конкретной болезни, да, там, или о нескольких болезнях или диагнозах, это уже можно отдельно обсудить, если кому-то это надо. Ну, а так просто, даже если кто-то хочет сам включиться в жизнь Елены и помочь ей, кто-то, может, с Москвы, да, да, пожалуйста, мне будет легче. Вот. Как говорится, лучше всего, когда человеку помогают несколько человек, да. Поэтому я был даже удивлен в каком-то смысле, когда узнал, что она одна в Петербурге, и ни один человек не откликнулся на ее историю, да. То есть, получается, получается, что просто все прошли мимо. Ну, ладно. В общем, всем большое спасибо за внимание. Думаю, что это будет такой один ролик в качестве исключения. А дальше перейдем к жесткому закаливанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!